Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в виде урока. Будьте, пожалуйста, внимательны. Сустав бедра правого и левого бедра. Почему? Потому что меридиан парный. И мы видим, что он контролирует сустав бедра. Кому непонятно, о чем пойдет сейчас речь, традиционно мы говорим, анатомия вам в помощь. Приоткройте, посмотрите, из чего, с каких костей, связок, мышц состоит сустав бедра. И частенько люди обращаются, прежде всего, что с болями в бедре. Чаще всего, перелом шейки бедра. Конечно же, здесь не нужно только брать меридиан поджелудочной железы. Здесь нужно еще также учитывать и другие меридианы, особенно состояние этих меридианов толстого кишечника, тренового выгревателя, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, мочевого пузыря. И сюда мы еще внесем желудок меридиан. Вот в каком состоянии эти меридианы? Мы практически назвали семь меридианов. Многие скажут, мы не знаем. Скажите, как можно помочь человеку, который приходит с такой постановкой диагноза, как бурсит тазобедренного сустава? Либо как можно помочь человеку, если он чувствует, что идет постоянный щелчок в бедре, либо в тазобедренном суставе, в правом или в левом? Как можно помочь человеку, если у него остероартроз тазобедренного сустава, либо сустава бедра? Ну вот как? Многие скажут, ну вот, потому многих людей заставляет, скажем так, делать дорогостоящую операцию и делать искусственный сустав бедра, вследствие чего человек становится, ну, простыми словами, инвалидом. Чтобы этого не случилось, первое, диагностика 12 меридианов обязательно при всех начинающихся, либо уже состоявшихся, либо проявляющихся, либо уже хронически состоявшихся боли в бедре. Почему? Потому что очень тяжело узнать, в каком состоянии эти меридианы. Может, они разорванные, может, они порванные, может, они слабые, может, они вялые, может, они воспаленные, это воспаление передается на суставы бедра. Вот поди, знай, вот многие задают вопрос, вот вы всегда, диагностика, диагностика, да, диагностика будет неотъемлемой частью, потому что именно она показывает, в каком состоянии общий баланс вот этих вот 7 меридианов, которых мы сказали. Из 12-ти 7 меридианов контролируют тазобедренный сустав, либо суставы бедра, правого или левого, в каком состоянии. Потому здесь диагностика 12 меридианов обязательно. Те люди, которые хотят помочь себе, они знают, как правая точка РП5 Шан Цю тонизируется, левая седатируется. Но помните всегда, если болит правый сустав бедра, нужно воздействовать на левую точку. И наоборот. Помните, слишком сильно тонизировать точку не рекомендуется. Рекомендуется прежде всего, чтобы вы спросили и опросили себя, откуда вообще начались эти боли. Может, это были травмы, ушибы, постоянные ранения. Либо это была детская, скажем так, травма физическая. Вот и все. Здесь вы должны четко дать ответ, а уж потом воздействовать на сустав бедра. Спасибо за внимание.